Роботы в ближайшем будущем смогут заменить некоторые востребованные профессии. По крайней мере, так считают китайские инженеры, которые их производят. Какой рынок труда могут захватить машины, расскажет Айжану Спанова. Эта рука на первый взгляд никак не отличается от человеческой. Все продумано до деталей. А это, так сказать, одежда для робота. На фабрике в городе Далянь везде разбросаны силиконовые руки, ноги, лица. Здесь создают гуманоидных роботов. Роботов можно использовать на стойке регистрации отеля в приемные центры обслуживания государственного управления. Есть много профессий, в которых роботы-гуманоиды действительно могут быть компетентны. Также они могут понадобиться в домашнем хозяйстве. Инженеры считают, что в будущем робот может быть у каждого человека. И сейчас работают над тем, чтобы они мало чем отличались от нас по внешности. Их учат повторять движения и мимику. Получается у машин неплохо. Мы также работаем над тем, чтобы модели через специальные операционные системы были способны к эмоциональному выражению. Они могут воспринимать окружающую среду и осуществлять соответствующую обратную связь по лицу. А выражения могут генерироваться автоматически. В компании считают, что это в будущем поможет внедрить роботов в сферу здравоохранения, образования, а также сделать их компаньонами для одиноких пожилых. На производство одной машины-гуманоида уходит до 2 миллионов юаней. Это около 125 миллионов тенге. Айжана Успанова, Первый канал Евразия. Айжана Успанова, Первый канал Евразия.